всем привет мои хорошие с вами я светлана та и вот сейчас я вам покажу как что находится внутри нашего дома наш дом состоит из двух больших комнат здесь нету спальни здесь всегда две гостиные нету таких кроватей в основном расположены здесь диваны а если вдруг много приехало гостей то на полу мы значит и расстилаем матрасы и на полу также укладываем гостей так вот сейчас я вам покажу поближе все и объясню что и как так ну как я вам говорила уже дом состоит из двух больших комнат две комнаты гостиной вот так вот выглядит значит первая комната видите здесь такой большой шкаф этом большом шкафу все все есть помещается телевизор сейчас я вам разверну покажу вот видите три дивана но этот диван мая свекровь не застилает часто просит меня не убирать потому что она только спит вот здесь вот одеяло подушки матрасы вот в общем все здесь складываем мы постоянно разбираем и на ночь и собираем днем так сейчас значит мы пройдем другую нашу комнату это вход с улицы посмотрите сюда мы заходим сетка у нас окошки два диванчика вот на том диване мы спим вот на том диване мы раскладываем они все раскладываются кресла тоже раскладывается постелены здесь ковры хотя здесь сделан посмотрите все капитально пол капитальный потолок посмотрите все капитально здесь двери капитальные в общем дом такой капитальный телевизор огромный смотрите вот так вот это все выглядит и ковры ходят здесь босиком не это очная так а вот это наша кухня в ней все есть поверьте мне все причандалы миксер блендер все что хотите все есть здесь вот такой вот для пакетики скатерти тут я привезла свое кофе любимое из кафе посмотрите шкафчики газ вот здесь вот находится наши картошечка все их не лук пока покупаем вот духовка где мы запекаем часто здесь мой свекор спит сейчас здесь мы когда приехали семечек привезли орешек и разных сладостей посмотрите пожалуйста все устелена коврами даже несколькими хотя все здесь плитка эти все сделано капитально дом капитальные зимой можно жить просто зимой здесь и печку там она оставит в той комнате а вот в горячая вода у нас стоят такие баки которые вывода нагревается от солнечного тепла а если нету значит плохая погода то мы включаем вот такой этот но нет необходимости потому что здесь дождей нету очень редко дожди и всегда есть горячая вода я как раз сегодня все это почистила убрала поэтому вам и показываю потихоньку потихоньку я вот убираю дом и с утра мы вот лохманджу покушали лохманджу я сейчас вам покажу я приготовила свекровью фарш вот эту начинку а потом мы свекор с утра отнес и мы фурин есть такая вот пекарня вот такие лохманджу посмотрите потом мы заворачиваем вот так вот их режем это пицца турецкая пицца с мясной начинкой мы и значит разрезаем внутрь заворачиваем петрушку там перец можно горький и вот очень вкусно мы сегодня так плотно позавтракали с утра потому что мой свекор договорился на утро все родители мужа у меня очень верующие закрытая у меня свекровь но они делают шесть-семь раз намаз свекор даже ночью встает четыре часа и идет рядом джами и он там молится и они постоянно делают намаз и очень верующие очень порядочные но он конечно свекровь всю жизнь дома у нее четверо детей у моего мужа есть младший брат и старшая сестра в общем моего мужа один брат и две сестры младший у него учитель он живет другом городе семьей старшая у него закрытая сестра она тоже не сразу стала закрытая одна племянница дочка у нее и младшая сестра у меня значит моего мужа фармацевт на замужем у нее один ребенок то есть здесь сейчас у всех по одному по двое детей нету так люди думают перед тем как завести много детей потому что смогут ли они обеспечить все и действительно серьезно подходят к этому вопросу потому что дети можно не только рожать нужно дать им образование все но у моих родителей моего мужа четверо детей это было так все это давно получилось но они всем дали образование и как говорится у всех есть свой дом своя крыша и все финансовые независимые но у моих родителей моего мужа это считается дачей они приезжают сюда на лето в основном в апреле начинают и вот приезжают сюда и до поздней осени в октябре-ноябре но иногда бывает что они задерживаются до ноября а иногда бывает что они уже в марте приезжают сюда она ставит здесь вот там вот печку и дом отапливается и здесь ставит и там очень все условия у них есть как вы как я вам показала для жилья и нету проблем иногда даже не хочется выходить за пределы нашего дома потому что так все здесь красиво так благоухает это природа цветочки и не хочется вообще выходить никуда но вот что я могу сказать вот много сейчас я прочитала так некоторые комментарии попросили мне рассказать об этой деревне сколько это дом стоит я спрошу все потом но люди здесь занимаются в основном как живут занимаются хозяйством коровы есть гуси курочки живность в основном здесь коровы сады имеет огороды и молодежь занимается этим новым молодежь в основном уже отсюда сбегает все разъезжаются по крупным городам остаются такие пенсионеры пенсионеры живут здесь на пенсию я уже говорила что моего свекра где-то около трех с половиной тысяч пенсия он всю жизнь проработал учителем и здесь очень достаточно это они еще помогают своим детям пенсионеры потому что здесь очень дешево в деревне и свет и газ и вода естественно свой огород есть практически сахар они сан здесь свекла кажется здесь вот в моем свекру дают обмениваются друг с другом у кого что есть дают значит сахар есть мука в общем все есть даже они еще нам сделают свекров делать закрутки я этим не занимаюсь а она передает мне пасту томатную пасту из перца из помидор и мне это хватает на всю на всю зиму на все время до следующего сбора урожая школы здесь конечно есть ну развлечения здесь я видела один здесь парк но там нельзя присутствовать женщинам я так поняла здесь много что нельзя делать например я в таком виде не могу выйти даже за пределы двора потому что ну мне сказали что так нельзя открываться могут только молодые женщины но не в моем возрасте то есть 18-20 лет наверно могут открываться и знаете что много чего но не сделать нельзя но я естественно послушный человек и уважаю свою семью родителей моего мужа поэтому мне все прекрасно они уважают любят ценят смотрят мне в рот что я хочу когда базара мой свекор бежит спрашивает какие фрукты мне купить здесь что здесь должна женщина делать вот в основном невесткам когда приходят гости она должна быть постоянно на ногах даже не когда гости вот что-то свекрова мне постоянно дает какие-то дела чему-то учат и я должна сразу не любят когда с телефона сижу конечно но я иногда сажусь в доме и не стараюсь не показывать потому что они этого не понимают они думают что я играю но я им потом объяснила что я не играю а вот это мое хобби и моя работа бизнес поэтому мне нужно работать с телефоном постоянно сидеть здесь любят очень целоваться то есть кого ты не встретишь нужно постоянно целоваться если человек старше тебя то должна вот так поцеловать руку вот так сделать и два раза в щечку и потом еще два раза поцеловать в щечку и два раза вот так соприкоснуться нужно со всеми целовать и мой муж целую тоже взрослых мужчин некоторые знаете что мужчины вот я когда пришла и к родственникам и познакомилась семья все мне руку молодые дают и я тоже осмотрю пожилые сидят даже не пошевелились даже мне руку не подали я сначала обиделась потом мне объяснили что это так не делает что это так нельзя не все мусульмане дают руку женщине это нельзя я сад запрет так вот когда все приходят нужно всех целовать когда ты где-то походишь встречаешь нужно всех целовать очень поцелуйчики одни кругом но я не к этому не привыкла у нас грузии то же самое здесь два раза целую там нужно один раз целовать щечку обязательно и поздороваться и целовать щечку еще что я могу сказать значительно когда гости приходит нужно предложить им чай здесь не надо готовить обеда ничего здесь здесь все обходятся простым чаем ну если есть допустим сладкое печенье там вафли какие-то конфетки можно предложить но в основном достаточно и чая одеваться я должны здесь в основном облегающих нельзя это у меня просто длинная такая кофта и поэтому мой муж как-то как-то свекли мой свекор разрешили мне но на улицу ни в коем случае нельзя в таком виде то есть меня здесь не видят можно здесь вот когда вот собираются если женщины сидят отдельно мужчина общается отдельно но есть такое когда все вместе женщины в основном говорят но основном молчат они но я когда пришла ко мне как иностранной инвестки все стараются что-то объяснить показать рассказать мне кажется что я не делаю ничего плохого поэтому мне как-то и полюбили так мои хорошие вот я сейчас спросила свекрови и сколько стоит наш дом она оценивает это в 60-70 тысяч лир но есть говорит дома там подальше они стоят и сто сто двадцать и двести есть тысячи есть богатый очень но вот именно поблизости я таких домов не видела но есть такие цены из развлечений что здесь есть она сказала только есть парк куда нельзя ходить женщинам я так поняла мы с мужем так мимо проходили и то на меня все смотрели почему я села там парк и кушаю мороженое но все для них странно может странно то что я вот иностранка не похожа на всех женщин поэтому значит здесь есть поликлиника больницы здесь нету не надо ехать в центр в бор есть здесь на автобусе какие здесь развлечения здесь никаких развлечений нету дом семья сад огород и все поэтому молодым здесь очень трудно жить они уезжают в центр как и везде по всему миру вы сами понимаете а здесь в основном жить для пенсионеров или приехать сюда на какое-то время пожить отдохнуть и ехать как я сейчас делаю здесь жить я бы не смогла ни в коем случае когда привыкаешь к другой жизни ну родителям что нужно они в городе тоже сидят у них городе двухэтажный дом и третий они сделали на третьем этаже комнату и там печка и все свекров поставила все условия есть там и на первом этаже они сдают кому комнату потому что за счет этого у них там сирийцы и беженцы сейчас живут и дополнительный заработок в общем на всю пенсию свекор обеспечивает семью но действительно вот я вам говорю в турции здесь если не пить не курить ничего можно на 2000 пожить вот так вот ну не буду сейчас врать но в 2000 лир можно посмотреть гугли в любом месте вам скажет сколько это доллара сколько это евро в общем вот такая здесь жизнь деревне говорю вот я заходила ко многим во двор мне не понравились ни дома так пусто я вам покажу в этом видео мы были у родственников и не у всех так красиво и не у всех так все ухожено мой свекор и смекровь постоянно что-то делают в доме свекровь обедом занято и даже показывала видео как все вот помогать и костера жечь и выпекать хлеб там лепешки эти а также значит свекры за постоянно вечером поливает огород включать систему иногда сам поливает свекровь уже смотрю в девять часов когда мы встаем 10 до завтрака она поливает все свои цветочки и вот так течение дня поддерживает ходит в огород подвяжет фасоль помидорчики собирает постоянно складывает холодильник соберется фасоль мы будем с ней на костре делать закрутки закрутки как здесь делают закрутки делают здесь все в пакеты приготовить и в пакетке морозилку банок в банках здесь не делают как мы например в груди моя мама всегда закрывает компот здесь не делают здесь все в кола складывают и потом готовят все свежее супы здесь очень все быстро смотрю манты у нее она быстро воду скипятила манты маленькие такие пельмешки с мясом воду бросила отдельно масло с томатной пастой все вместе закипятила вот и суп поэтому очень здесь легко не надо долго мучиться на кухне надеюсь информация была полезной для многих я постараюсь если вас что-то интересует пишите мне спрашивайте я постараюсь ответить спасибо всем тем кто был со мной до конца а впереди вас ждет очень интересное видео о жизни деревни а также скоро будет Гурбанбайрам праздник будьте со мной всех целую обнимаю и очень скучаю по вашим видео до свидания мои друзья с вами была Светлана Атака а это мы попали к родственникам посмотрите как они живут в основном здесь стоят диваны ну дальше смотрите ну стоит один шкаф полы устилены все коврами дорожками ну полы цементные я посмотрела они не знают что я снимаю у меня да я это не знаю так